уважаемые трейдеры у нас сегодня понедельник уже как обычно у нас обзор рынка обзор календаря событий этой текущей недели и вот видите на крайне открыт календарь сентябрь 11 сентября кстати дата все наверное знают что это за дата ровно 16 лет назад башни близнецы в нью-йорке врезались самолеты я даже помню как вели себя в эти дни рынке это было ужасно конечно все очень сильно падала как-нибудь на об этом расскажу отдельно ну например на вебинаре во вторник что происходило как какие рынки падали больше всего какие мысли были у трейдеров как закрыли биржи на пять дней так что жду вас завтра на обсуждении текущих событий кстати у нас этой неделе новый формат абсолютно не абсолютно конечно но новый формат мы добавили несколько изменений о которых вы уже знаете в предыдущих вебинарах вы тоже видели как немножечко изменилась подача информации так что жду вас во вторник итак в понедельник у нас уже 7.30 я вот сейчас записываю ближе к утру запись эту ну вот 7.30 по московскому киевскому времени по прибалтике выйдут данные в японии не особо важные будет выступление представителя ецб что еще раз китай давайте посмотрим что по китаю выходит кредитование денежный агрегат тоже ничего интересного ничего важного видите значит значимость этой новости достаточно низкая промпроизводство в италии так себе средняя важность все это можно пропустить кстати доходность облигаций во франции все еще отрицательная вы видите она была отрицательной посмотрим как разместятся в этот раз вполне возможно что после выступления трише помните на прошлой неделе было заседание цб была пресс-конференция ой какого трише марио драги я все еще в каком-то прошлом живу трише предыдущие глава цб марио драги намекнул даже не намекнул открыто сказал что октябрь будет тем месяцем когда мы возможно даже невозможно скорее всего предпринимать какие-то изменения сделан пойдем на какие-то монетарные до шаги что-то будет изменено или как минимум дадут нам информацию об этом так что вполне возможно с ростом евро а изменилась и доходность но вот посмотрим завтра будет размещение облигаций франции по сша инфляционное ожидание достаточно интересно просто какой-то такой редкий индикатор не совсем то что мы привыкли видеть и облигации в сша размещаются виде те же самые шестимесячные векселя во франции отрицательная доходность в сша уже один процент трехлетней облигации полтора процента рынок ожидает все таки что папа ставка по доллару в сша будет а выше будет оставаться еще долгое время выше чем в европе если такой вот большой дисбаланс и и разница хорошо вторник что у нас на вторник единственная важная новость выйдет по британии в 1130 это инфляция действительно важно потому что вы видели фунт как он вырос подтверждено ли это данными мы узнаем во вторник если будет выше 2 и 8 там 3 процента очень даже неплохо фунт может прибавить и дальше все таки тренд начался а если вы помните мы говорили об этом что хорошая поддержка внизу даже кто-то из форум чан из слушательного вебинаре предлагал дождаться еще ниже но курс не ушел туда так что те кто покупали молодцы во время взяли быка за рога прямом смысле слова что у нас на этой неделе по британии много всего на самом деле и розничные цены индекс розничных цен в годовом числе не это тоже без пяти минут инфляция и уровень инфляции уже вот базовый дакор собственно инфляция вот та который мы говорим спи ай отпускные цены производителей в общем масса инфляционной информации выходит во вторник в 1130 а до нее по китае будут иностранные инвестиции ничего важно на самом деле продажи автомобилей тоже не важны ну разве что акции компании таких как там тесла других автопроизводителей мой могут от этого как-то отталкиваться если цифра будет сильно отличаться китай достаточно важный рынок что у нас еще по инфляции по на испании также несмотря на высокую инфляцию ставки отрицательные это испания она еще недавно была предпредпредпредпанкротный преддефолтовый лет пять назад а вот смотрите какая сейчас доходность ну посмотрим будут ли изменения в доходности redbook не столь важный но стоит присмотреться опять векселя размещения векселей вот министерство сельского хозяйства отчеты будут для тех кто торгует комодитис сельскохозяйственными всякими фьючерсами было бы интересно присмотреться данные по запасам нефти от и пиа и тоже важно 27 миллиона было прошлый раз среда среда инфляция по японии наверно мало кого интересует по германии тоже ряд данных не особо важных инфляция по испании давайте посмотрим что было в прошлый раз годовом 16 странно когда-то она была 3 процента вот гармонизированный уровень инфляции вот он и был когда-то 3 сейчас уже 2 безработица в великобритании не столь важна несмотря на три красные точки что еще мы видим здесь занятость еврозоне вот это уже интересно более глобальный отчет все это пропускаем 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 сша наконец среда соединенные штаты запасы бензина запасы сырой нефти уже другого института да и а ей 30-летние облигации индекс цен производителей это кстати пи пи ай так называемый предвестник си пи ай то есть когда растет пи пи ай все ждут изменения потребительской инфляции ну и ходят слухи что пи пи ай очень неплохо предсказывает будущий 5 четверг у нас будут джоблес клаймс собственно последнее время он мало кого волновал но отчет прошлого четверга оказался достаточно интересно вот я прокручу здесь посмотрим должны быть эти данные вот первичные заявки было двести девяносто восемь тысяч наверное вы знаете двести тридцать шесть двести сорок была средняя за последние несколько месяцев а вот тут уже почти 300 тысяч значит ли это что-то наверное стоит подождать несколько недель и посмотреть что случилось на рынке труда пока нон фарма например не говорят о том что первичные заявки должны расти ну то есть по первичным заявкам есть изменения но стоит подождать немного чтобы посмотреть как поведет себя среднее так окей что у нас четверг еще инфляция по сша и корр инфляция по сша ставка по англии изменений не ждут но я думаю не так много осталось заседаний когда банк англии будет держать ставку на уровне 0 25 одно из наверное последних скорее всего можно сказать заседание еще два-три никто не знает сколько но стоит ожидать что банк англии тоже присматривается к ответить голосование было монетари полосы комнате комитет по монетарной политики банка англии вот за повышение ставки за сохранение ожидается что вот 29 было то что было два из восьми так что есть уже голоса в сторону повышения ставки но и количественное смягчение тоже не ожидается никаких изменений как было цифра 435 миллиардов так и должна остаться инфляция в италии не самая наверно высокая по еврозоне 1.4 есть страны где выше даже намного выше ну и наконец пятница что мы ждем в пятницу в пятницу розничные продажи да достаточно важно это инфляционный тоже показатель надеюсь фрс тоже медленно присматривается к следующему шагу своему вы помните в июне было последнее повышение с тех пор фрс не предпринимал никаких действий и вот эта пауза отчасти падение доллара было вызвано этой паузой этой длинной паузы но как длинный июль август сентябрь вот три месяца ближайшие заседания будет 20 сентября кстати посмотрим чего ждут рынки 20 сентября я открываю сайт 7 и групп прямая ссылка на фэд вот что у меня есть если кому интересно приходите на вебинар я покажу как как эту ссылку да куда заходить что кликайте что она значит и так у нас так 20 сентября 20 сентября 20 сентября ставка скорее всего будет неизменной да так получается у нас сейчас один процент до один процент единственная более менее реальная дата для повышения это 13 декабря конец года но большей частью рынок думает о сохранении кстати есть небольшая вероятность даже и падение если я не ошибаюсь конечно мне кажется да именно сохранение именно сохранение речь не идет о повышении вот такая вот статистика она была в сторону повышения в декабре более агрессивной то есть более как это называют голуби да голубиной да и ястребиной извиняюсь ястребиной вот сейчас мы видим что настроение стали еще более голубинами то есть рынки не ждут активного повышения ставки так быстро еще недавно это был решенный уже вопрос концу года а вот мы видим что далеко не решенный вопрос и интересно что 1 августа восемнадцатого года 1 августа восемнадцатого года да есть некоторая вероятность что она будет повышена да я разочарован конечно такими ожиданиями потому что по мне то уже пора повышать ставку все таки рынке нельзя вот так вот разочаровывать нельзя им обещать и не давать но пока держится равновесие пока рынке к этому готовы видимо есть повод подождать есть повод присмотреться к экономике сша не спешить с повышением что и делает фрс и так у нас пятницу мичиган ничего особо интересного пятницу не будет буровые под бейкер юдж посмотрим что случилось после ураганов как изменилось количество буровых ну и собственно все розничные продажи и мичиган в пятницу всем желаю удачи жду вас завтра на вебинаре мы на этом в этом ролике не будем особо тратить время на какие-то другие новости данные только фундаментал только краткий обзор макро статистике текущей недели для всего остального у нас есть вторник у нас есть вебинар на котором я вас завтра жду всем удачи ставьте стоп лоссы и take profit и встретимся увидимся завтра